Все города описано и в поэме «Пан Тадеуш». Поэтому новогодок был выбран местом для мемориального кургана. 27 мая 1931 года швейцарский физик и воздухоплаватель Агюст Пикар со своим ассистентом Паулем Кипфером впервые в истории человечества побывали в стратосфере на высоте более 15,5 тысяч метров. Первопроходцы поднялись на стратостаде с водородным наполнением и алюминиевой герметичной гондолой. Спустя шесть лет снова чемпионы. Следя за хоккейным первенством в Минске, можно было пропустить важную спортивную новость региона. Но Утренний Эспрессо не только расскажет, но и покажет, как это было. В шестой раз в своей истории Брестский гонбольный клуб имени Мешкова стал чемпионом страны. В финальной серии до двух побед подобечные Жилько Бабича взяли вверх на столичном СКА. Также это значит, что брещане после длительного перерыва сыграют в групповом раунде Лиги чемпионов. С подробностями Петр Бутрим. Сегодня в чемпионате Беларуси осталось всего две силы, способные всерьез бороться за золото – БГК и СКА. Именно поэтому главные страсти разгорелись лишь в финальной серии. Зато какие! Еще в первой встрече в Минске мешковцы вышли на полкорпуса вперед только на последних минутах. Победой в гостях игроки БГК не только заложили фундамент общей виктории, но и продолжили удивительную тенденцию. До минувших выходных мешковцы и армейцы встречались пять раз и всегда побеждали гости. Перед игрой в Виктории такая статистика тревожила. Да и на перерыв хозяева ушли в роли догоняющих. Каждую нашу комбинацию они знают. И мы каждый раз должны что-то поменять, чтобы обмануть их. А так тяжело играть. Значит, мы знаем, что мы сильная команда, знаем, что у нас большой опыт, что качество, мастерство – все есть у нас. Но так получается. Это в финале чемпионата, значит, по-другому, я думаю, не может быть. Бровка, Князев, Зайцев, Стрелец. У армейцев также есть опытные и амбициозные бойцы сборники. Однако скамейка СКА сегодня значительно короче, чем обойма БГК. Это и стало проявляться с течением матча. Если в обороне брещане играли уверенно и до антракта, то атакующий аппетит пришел во время еды. Своё мощное оружие расчехлили и Маркотич, и Шилович. На линии, как хищник, заиграл Стойкович. Заключительный отрезок мешковцы провели так, как это делают команды топ-класса. Итог – убедительная победа 27-22. Когда пришел Жерко Бабич, он сказал, что мы будем выиграть чемпионат. Из дня в день мы о том думали, мы хотели взять чемпионат Белоруссии. Тренировались очень много, очень тяжело тренировались, давали все от себя. Это игра, это нервы, это переживания, это ошибки, взаимные ошибки. Мы побеждаем сильнейшие, и мы показали, что мы сильнейшие сейчас в Белоруссии. Так что Брест – чемпион. Мы вернули чемпионство в Брест. Это самое главное. Праздничное шампанское, ликование и восторги брещане выиграли долгожданный шестой титул чемпиона в Белоруссии. Это значит, что уже ближайшей осенью Виктория примет групповой этап Лиги Чемпионов. В город над Бугом, пожалуй, сильнейшие команды Старого Света. Знаете, каждый год я выигрывал уже чемпионат Белоруссии. У меня эмоции такие посредственные. Да, всегда рад. Но для меня больше радости приносит то, что мы будем играть в следующем году в Лиге Чемпионов и показывать здесь, в Бресте, совершенно другой гампуг. По игре всегда, всегда может быть лучше. Сегодня было очень тяжело, потому что мы знаем, что мы сильная команда и что мы должны выигрывать. Поэтому мне чуть-чуть было трудно для игроков. Но на конце мы сделали нашу работу, выигрывали пять мячей. Все нормально. Было очень трудно. Поэтому, когда играешь в финале, не выиграешь всегда лучшая команда. Не выиграешь всегда. А вот победит ли лучшая команда еще и в Кубке Белоруссии, мы узнаем совсем скоро. В среду БГК в полуфинале сыграет с Гродненским Кронаном. А в случае успеха, днем позже, с победителем пары СКА Гандбольный клуб имени Левина. Кубковые баталии станут последним аккордом сезона. Вы смотрите «Утренний эспрессо». Говорим только о самом интересном. Я думаю, вы тоже заметили, с приходом тепла появились комары и мошки. Они мешают нормальному отдыху и работе на открытом воздухе. В частности, укусы мошек вызывают порой сильные аллергические реакции, отмечают специалисты. В итоге люди вынуждены обращаться за помощью в медучреждения. К тому же комары и мошки являются еще и потенциальными переносчиками некоторых инфекций, которые зафиксированы и на территории нашей области. Специалисты отмечают, чтобы не пострадать, надо пользоваться репеллентами, которые отпугивают насекомых. А также медики рекомендуют. Для снятия зуда после укусов можно воспользоваться раствором питьевой соды. 0,5 чайной ложки на стакан воды. Смесью нашатырного спирта, наполовину разбавленного водой, различными мазями, содержащими ментоловы и другие эфирные масла. Продолжится ли жаркая погода, узнаем из прогноза синоптиков. Субтитры подогнал «Симон» Еще одна актуальная тема. В последнее время стало очень модно худеть, причем быстро. Но медики подчеркивают, что безопасных для здоровья быстрых способов снижения веса просто-напросто не существует. Некоторые же методики несут прямую угрозу здоровью. Это прежде всего относится к использованию соды для быстрого снижения массы тела. Об этом написано много в интернете. Она способствует развитию гастрита или язвенной болезни желудка. Гораздо проще отказаться от вредной пищи, чем вылечить желудок и восстановить здоровье после такого неудачного опыта похудения, отмечают специалисты. А теперь время рубрики «Штрих-код» с советами, как выбрать, казалось бы, знакомый пишущий предмет. Сегодня шариковая ручка – простейший предмет, который можно встретить в каждом доме или офисе. А когда-то он предназначался только офицером британских ВВС. В свободную продажу шариковые ручки поступили в 1945 году в Нью-Йорке. За ними выстроилась очередь, которую сегодня можно сравнить, разве что с очередью за новым гаджетом от яблочной компании. Для поддержания порядка к месту продажи были направлены сотни полицейских. За пару часов было куплено 10 тысяч штук, при том, что цена одной ручки составляла 12 долларов. Шариковая ручка – один из самых популярных в мире товаров. Ежесекундно их продается не менее 125 штук. Неудивительно, ведь ими пользуются 92% всех людей. В год каждый из нас исписывает приблизительно 3-4 шариковые ручки. Исключение составляют представители профессии, для которых ручка – основное орудие труда. Например, корректоры. Американцы изобрели вечную ручку для письма. Новшество заключается в том, что стержень этой ручки сделан из свинца. И, как сообщают разработчики, новинка не требует заточки или заправки. А еще и можно писать как на матовой, так и на глянцевой бумаге. Стоимость в США около 30 долларов. Сейчас элитные перьевые ручки практически лишены недостатков своих предшественниц. Они никогда не поставят кляксу и не протекут в кармане пиджака. А главное, ваша рука не устанет от долгих упражнений в письме, а ваш почерк заметно улучшится. Эффект курсива или каллиграфического почерка достигается за счет размещения на кончике пера специально приплюснутого маленького шарика, который изменяет толщину линии при движении в разных направлениях. Шарик обычно изготавливают из золота, либо из носостойкого иридия, который настолько тверд, что может быть обработан только алмазными дисками. МОНТЕ ГРАППА Существует такая наука, как графология, определяющая характер человека по его почерку. Каллиграфический почерк, как правило, наблюдается у людей не самостоятельных, но очень дисциплинированных и аккуратных. У спокойных и уравновешенных натур почерк правильный, читать что-либо написанное такими людьми довольно легко. В отличие от почерка энергичных и нервозных людей, у которых он в большинстве своем неразборчивый. В зависимости от настроения или ситуации почерк человека может меняться. Но если же человек пишет каждый раз с новым почерком, то, несомненно, творческая личность. Авторучка – один из рабочих инструментов нашего следующего гостя. Мы снова вернулись в студию программы, где к нам уже присоединилась наш коллега Александра Красько. Александра, доброе утро. Привет, Денис. Итак, повод один из интересных. Дело в том, что впервые в твоем опыте появилась такая возможность поучаствовать членам жюри, но не совсем простого фестиваля. Расскажи, какого? Это фестиваль, который прошел в Бресте, который был посвящен документальным работам людей с ограниченными физическими возможностями, как сейчас их называют. То есть людей, у которых воля настолько крепка и сильна, что они преодолели все непростые испытания, которые им выпали на судьбу. И мало того, что они остались членами общества, они еще дают место своему творчеству. И я безумно горда этой честью, которую мне оказали, как-то помочь в оценке работ этих замечательных людей, людей, которым в начале жизни выпал уровень Very Hard и которые с ним справились. Ну вот в прошлом году ты проводила мастер-класс для ребят, в этом году ты член жюри. Если взять вот работы прошлого года, этого года, как ребята, растут профессионально? Да, Денис, безумно приятно сказать, что изменения настолько серьезны, что у нас было ощущение, что это другой фестиваль. Потому что в прошлом году я тоже видела работы, которые присылали ребята. И если мы в прошлом году смотрели внимательно и искали победителей, то в этом году нам было безумно сложно делать выбор. Потому что действительно, без всяких скидок на специфику фестиваля, это были работы, из-за которых мы плакали, причем не от того, что кто-то давил на жалость. От того, что это было сделано настолько искренне, настолько сильно, это было настолько точное попадание, что на самом деле было непонятно, что этим людям рассказывать вообще. Потому что мы знаем, что документалистика это умение подсмотреть за жизнью и умение передать ее точно так, чтобы всех зацепило, потащило, чтобы люди поверили. Получается, ребята показывают свою жизнь, правильно, в основном? Да, они показывают свою жизнь на себе, однако они, во-первых, либо делают это так сильно, так эмоционально, что человека пробивает мимо воли, либо они поворачивают это с такого ракурса, что человек не ожидал просто. То есть, например, там был парень, который рассказывал, как все замечательно вокруг, причем он был сначала представлен голос за кадром. Потом он появляется в кадре, и ты понимаешь, что если люди умеют радоваться жизни, если они чувствуют радость жизни, то им ничего не может помешать. Но все же, какие работы еще запомнились? Ну вот первая работа, о которой мы говорили, она была прислана из Жабинки, а, например, из Ивацевич, ребята прислали такого репортажного вида работ, в которой девчонки работали в кадре, вот, причем настолько органично, настолько задавали правильные вопросы, настолько умели раскрыть собеседников, что стало тоже, еще раз повторюсь, было непонятно, чему учить людей, потому что они настолько интуитивно чувствуют тонко, вот как и что делать, что просто удивляешься, понимаешь, что, наверное, документалистика, это не профессия, это настройка чуткости человека. Ну не только телеработы там были представлены, я знаю, что был еще какой-то необычный мультфильм из Санкт-Петербурга, кстати, совсем скоро, к Международному дню защиты детей, мы покажем его в утреннем эспрессо. Да, ребята из Петербурга прислали мультфильм, это была уже вторая работа, в прошлом году они присылали первую часть мультфильма «Репка», это мультфильм из пластилина, то есть это очень тяжелая техника на самом деле, он настолько филигранно вылеплен, настолько там много деталек всяких интересных, это была абсолютно профессиональная работа, если бы ее продавать, она бы стоила очень серьезных денег на самом деле, ну как профессионал, если говорить. Ну вот как профессионал, все же выбирать пришлось из работы, и были названы победители, на основе чего приходилось отдавать вот свои симпатии? Объективности на самом деле не существует, мы знаем, что каждый, каким бы он ни был супер-мегапрофессионалом, все равно оценивает через призму себя. Для нас была мерила, зацепила или не зацепила, это раз, ну и второе, вот если мы видели какие-то такие проявления того, что мы называем профессионализм, например, точность вопросов, разноплановость, да, если была номинация оператор,